Министерство просвещения в очередной раз предупредило школы о недопустимости собирать с родителей деньги. Все необходимые для образовательного процесса средства, по заверению министра Сергея Кравцова, предусмотрены в бюджетах каждого региона. Что касается санитарно-защитных средств, они тоже закуплены и поставлены в каждую школу и в каждый детский сад в полном объеме. Тем не менее, отдельные жалобы и обращения продолжают поступать. Министерство снова направило в адрес руководителей предупреждение о недопустимости поборов. Находятся, конечно, и особо активные среди родителей. Эту же функцию могут выполнить и родительские комитеты, которые берут инициативу на себя и организуют сбор денег, пользуясь тем, что конкретные права и обязанности родительских комитетов нигде не прописаны. Может ли школа обойтись без поборов? Может и должна, говорят в министерстве. Но для этого надо руководству школы добиться выделения ей всех положенных средств и бюджета. А это посложнее, чем получить деньги от родителей. Запрет же на какие-либо сборы в школах и детских садах закреплен в Конституции России и в Федеральном законе об образовании. Это не относится к оплате кружков и секций, репетиторства, дополнительные занятия с углубленным изучением предмета. Но зато по закону школы могут создавать расчетный счет для благотворительных взносов. По истечении отчетного периода школьное руководство должно представить отчет о потраченных деньгах.